Открытый диалог с Александром Непомнящим Наше ФИ продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Добрый день, здравствуйте! Давайте-ка начнем вот с чего. Хизбалла обстреляла север Израиля. Что это, как это объяснить? Да, Сергей. Хизбалла впервые, в общем-то, с 2006 года позволила себе то, что не позволяло на протяжении 15 лет. Ну, 12 лет из этих 15, это было время на Таниилу. Но мы еще на прошлой неделе говорили о том, что Израиль больше не летает над Сирией, потому что Путин отказался продолжать поддерживать прежние соглашения с несамостоятельной страной. То есть, если вы сателлитой Вашингтонской администрации, ну так пусть она со мной и разговаривает. Пока вы были самостоятельной страной, я с вами договаривался, так разговаривать не о чем. И, в общем, вслед за Путиным, как мы и говорили о том, что теперь все остальные в регионе, глядя на то, как ведет себя израильское правительство, начнут вести себя соответственно, а израильское правительство мгновенно показало, что оно больше не является самостоятельным, что они марионетки, что они полностью зависят, передают как бы всю ответственность за безопасность от Вашингтонской администрации. Мы делаем только то, что разрешает нам Байденовская администрация. Мы ничего не делаем, что Байденовская администрация нам не разрешает. Ну хорошо, значит, будем смотреть, что же тогда разрешит или не разрешит нам Байденовская администрация. И вот Хизбалла тоже решила проверить. Они стали потихонечку по ракете туда-сюда перебрасывать через границу. Беннет решил показать, что он смелый отважный. Или я уже не знаю, что он там решил. Но сегодня ночью израильские самолеты, как следует, отбомбились в Ливане в ответ на эти обстрелы Хизбаллы. И, видимо, стреляли не по пустырям, а бомбили инфраструктуру Хизбаллы. На утро Хизбалла тоже ответила. Хизбалла нанесла удар 19 ракетами, из которых 10 были сбиты железным куполом. О чем это говорит? О том, что железный купол — это дорогая вещь. Ее просто так не тратят. То есть 9 ракет, которые летели в пустые районы, их и не трогнули. Они просто прилетели и упали, и подожгли лес и пустые, которые были вокруг. А 10 сбили. Почему избили? Потому что летели они на какие-то качественные цели. Израиль не мог допустить попадания. Сбили — отлично. Но получается, что, в общем-то, Хизбалла впервые с 2006 года нанесла ракетный удар по Израилю. И дальше все стали смотреть, что же делать будет Израиль после этого. Как он ответил? Тут надо понимать, что, конечно, не стоит удивляться, что Хизбалла отсветила на вчерашнюю бомбёжку ее позиции в Ливане. Потому что Израиль тоже впервые с 2006 года бомбил Хизбаллу в Ливане. Теперь надо сказать, что Натальяло этого не делал, потому что он изначально не запускал ситуацию таким образом. То есть Хизбалла знала, что ей не будет хорошо, что ей не поздоровится, если она посмеет поднять голову, и они голову не поднимают. Когда пришел Беннет, они решили проверить, посмотреть его реакцию. Реакция у него была судорожная, то есть хорошо побомбили. Мы проверим, что будет после того, как мы побомбили, и дали ракету. На ракеты Израиль не ответил. Теперь нужно понимать, что Хизбалла действительно находится в очень сложной ситуации сейчас в Ливане. Вот в субботу в Ливане был убит боевик Хизбаллы. Это убийство стало кровной местью, совершенной братом 15-летнего подростка ливанского, убитого в ходе протестов против Хизбаллы в прошлом году. То есть подросток участвовал в какой-то демонстрации против Хизбаллы, суннитов против шейтов, его пристрелили. И вот теперь брат убитого подростка встретил оперативника Хизбаллы на свадьбе. Видимо, речь идет о кланах, которые живут по соседству. И после состоявшегося между ними громкого обмена оскорблениями, брат вытащил пистолет и врага пристрелил. Он был задержан. Семья стрелка утверждает, что в течение всего прошлого года убитый боевик Хизбаллы оставался совершенно безнаказанным. Он не был привлечен к уголовной ответственности, несмотря на то, что был виновен в убийстве 15-летнего сына. Поэтому, по утверждениям себе, брат убитого мальчика и взял закон в свои руки. Ну, как и полагается в стране, где законы и порядка такого нет. Да, мы, в общем, сейчас стремимся и в США, и в Израиле. В Либане так давно уже. И вот на похороны этого боевика, состоявшиеся в воскресенье, на следующий день в расположенном Крюбо-Берута, городе Хальда, собралось огромное количество боевиков Хизбаллы. Они тем самым как бы демонстрировали свое единство и мощное организации. Но тут их ждал неприятный сюрприз. Оказывается, ничего не кончилось. Наоборот, группа сунитских боевиков открыла огонь по повсоронной процессе. И огонь велся одновременно с нескольких направлений. И это выглядело как заранее спланированные операции, как засада. И вскоре по всему району начались перестрелки. По разным данным, количество участников в этих боях между шритами и сунитами колебалось от нескольких десятков до нескольких сотен. И Хизбалла признала гибель одного из своих боевиков. Но по данным из источников Ливанской службы безопасности, Хизбалла потеряла убитыми гораздо больше. То есть, по крайней мере, троих. Еще несколько ранее. И использовалось во время этой перестрелки не легкое стрелковое оружие, а РПГ и пулемет. И было еще убито какое-то количество гражданских лиц. Неясно, сколько они были, так сказать, гражданские лица, случайно проходившие, или это были сунитские или шиитские, наоборот, боевики. Поэтому, по некоторым данным, число жертв со стороны шиитов в этом инциденте, перерошен масштабный, локальный, но очень масштабный сунитский-шиитский конфликт, стало, было, на самом деле, гораздо больше. И в итоге Хизбалла вынуждена была направить туда множество боевиков. В свою очередь, Ливанская армия вошла в этот район для поддержания порядка и увеличила там свое присутствие. И совершенно не исключено, что, в общем, этот конфликт, он как один из триггеров, знаете, когда закипает вода, тут пузырек, там пузырек, и потом уже начинается общее кипение. Вот и здесь, в Ливане, мы говорили об этом, очень нестабильная ситуация. Экономический коллапс, полный кризис политической власти. И Хизбалла, с одной стороны, находится в ситуации, в которой она как бы контролирует всю страну, она подмяла под себя всю страну. И, возможно, для нее это сейчас самый удобный момент, взять ее полностью под свой контроль, привезти Иран, чтобы Иран установил там свой порядок. С другой стороны, этнические группы, не шиитские, суниты, христиане, они, друзы, они как раз могут сейчас подняться против Хизбаллы. И, таким образом, земля под ногами Хизбаллы начинает гореть. И в этом контексте, как бы не ответить на израильскую бомбежку вчера ночью Хизбалла не могла. Поэтому ответ Израилю был, с точки зрения организации, просто необходим, жизненно необходим. И, в общем-то, по большому счету, ведь Хизбалла все время говорит, что она защищает Ливан от израильской интервенции. И что божественная победа в 2006 году является одним из краеугольных камней как бы существования Ливана. И поэтому она не могла не отреагировать. Особенно в свете того, что буквально завтра Хизбалла должен выступать по случаю 15-летия вот этой самой победы 2006 года, как они представляют победу. Вот с тех пор он, правда, не вылезает из своего бункера, но это все равно, с точки зрения, была победа. И понятно, что до этого выступления они должны были ответить на первую с 2006 года бомбежку Беннет, которую, как сказать, Израиль провел. То есть если бы Беннет был политиком, он бы просчитывал эти все ситуации, он бы нашел бы возможность ответить Хизбалле, не как бы втягивая себя и ее в некие вынужденные шаги, которые нам в итоге не будут выгодны. Но Беннет, как мы понимаем, человек, не имеющий просчитывать шаги, поэтому они постреляли, он ответил, они ответили. И вот теперь дальше как себя Израилю вести? 19 ракет, 10 сбил железный кукл. Остальные упали в пустых местах, те, которые не долетели, были сбиты, видимо, летели совсем не к пустым местам. И вот Израиль не отвечает на это. И начинается всякое странное блубнение, мол, да это все упало, это все летело даже не по целям, Хизбалла просто должна была как-то ответить, и поэтому не стоит отвечать, чтобы не создавать эскалацию. Конечно, не стоит создавать эскалацию, но, ребята, вы могли просчитать эти шаги заранее. Более того, Беннет в прошлом, когда он не был премьер-министром, когда он критиковал Натальяу, он же кричал и шумел и говорил о том, что одна ракета со стороны Хизбаллы — это объявление войны со стороны Ливана, и необходимо проявить инициативу. Но теперь он молчит, потому что у него в правительстве исламская партия РАМ. И он не может позволить себе ответить, поскольку РАМ тут же выйдет из Калицы, и Калица рухнет. И теперь он даёт армии возможность решать, пусть армия разбирается с этим, но армия предпочитает не лезть на рожон, потому что раз нет политической воли, то почему армия? Армия — это инструмент, который выполняет политическую волну. Раз воли нет, так они создавать лишнюю проблему себе не будут. И вот возникает ситуация, в которой как бы, может быть, и не требуется реакции на это действие Хизбаллы, ведь они только просигналили, они действительно не обрушили тысячи ракет на Израиль. Но что будет дальше? Ведь на Ближнем Востоке мигать нельзя, а Израиль сегодня мирнул очень серьёзно. И вот Мухаммед Кабия, есть такой Мухаммед Кабия, он израильский араб, бедуин, он политолог, выпускник Хайфского университета, политологического факультета. И он, так сказать, бывают разные арабы, мы об этом говорили, он патриот своей страны, и он регулярно участвует в международных мероприятиях против делегитимации Израиля. То есть он приезжает как израильтянин, и когда ему кричат, что Израиль — страна апартеида, он говорит, почему? Потому что там угнетают арабов. Он говорит, ну я вот араб, я приехал к вам из Израиля, я закончил университет, у меня есть высшее образование, у меня есть отличная работа. И где, в каком месте меня тут угнетали или создавали мне какой-то апартеида. Так вот, он в своем блоге на Фейсбуке часто приводит мнения разных арабских блогеров и экспертов об Израиле. И на этот раз он поделился высказанными иорданского политолога. И вот я цитирую, что пишет Мухаммед Кабия, он пишет на ибрите, переводя с арабского то, что написал самый иорданец, написал этот Абдула Салих, иорданец, эксперт по израильским делам, пишет он так. «Израиль проглотил этим утром унижение от Хизбаллы, избрав сдержанный ответ, поскольку опасался, что иначе его втянут в большую военную кампанию, которая приведет к свержению правительства, которая из-за присутствия в калиции исламской арабской партии, которая не поддержит войну против своих собратьев по религии и арабов Ливана. С этой точки зрения настоящим врагом премьер-министра Нафтали Беннета является не Хасан Насрау, а Бенемин Натаньян. Вот мнение иорданского эксперта. Он не наш друг, и возможно, что его мнение предвзято, но именно так, пишет Кабия, освещают нас сегодня в арабском мире. То есть, понимаете, Беннет предпочитает не реагировать на обстрелки из Балы, потому что иначе его коалиция с Аббасом развалится. Таким образом, он показывает свою слабость. И что мы видим? Уже к вечеру Хамас, который сидел тоже тихонечко сейчас, начинает запускать свои шары с поджиганием Эпалиева по границе. То есть, его отколошматил Натаньял. Последнее действие Натаньяла было, как следует, отбомбить и отколошматить Хамас. И он сидел тихо с тех пор. Но теперь он видит, что в Хизбале сошло срок, потому что Беннет не хочет рисковать развалом коалиции, так и я буду запускать шары. А что? Раз мы можем, так мы будем. И вот многие сейчас, те, кто защищают позицию правительства, позицию Беннета, говорят, ну а что, разве Натаньял был ответ на эти 19 выстрелов среди Белого дня, из которых 9 упали вообще по кустам, а 10 мы все равно сбили. Разве Натаньял начал бы войну с Хизбалой? Иначе бы. Но разница в том, что, во-первых, при Натаньялу никто бы не посмел из арабов говорить так, что Натаньял боится развалить коалицию, поэтому он не отвечает. А во-вторых, при Натаньялу это просто не случилось, потому что Натаньял умел просчитывать шаги. И он бы изначально не сделал бы того шага, на который бы Хизбала ответила, на который бы нам пришлось отвечать, на который Хизбала бы уже ответила вот этими 19 ракетами. За это Натаньялу называли трусом, нерешительным человеком. Не понимая, что только он и понимал, как нужно вести себя на Ближний Восток. Потому что, когда ему нужно было пригрозить, он объяснял нашим соседям, что вот если вы перейдете эту линию, то будет очень и очень плохо. И они ее не переходили. А Беннета они не знают и не понимают. Он им ничего такого не объяснял. И чтобы не быть похожим на Натаньял, Беннет может еще втянуть нас в жуткую войну, как это было с Ольмиртом в своем мире. Ольмирт очень хотел показать, что он настоящий вояк. И он в 2006 году втянул нас в войну, которую, по сути дела, ну ладно, называть ее победой Хизбаллы неправильно. Когда Хизбалла говорит, что она победила в этой войне, это смешно, потому что 15 лет на скала не вылезает из бункера. И, в общем-то, они нанесли своей стране колоссальный урон, втянув себя в эту войну. Но мы эту войну тогда тоже не выиграли. И мы потеряли там кучу народа, мы были абсолютно не готовы. И вот сейчас возникает ситуация, при которой не Израиль диктует повестку дня на Ближнем Востоке, как это было 12 лет при Натаньялу. А всякие Хизбаллы и Хамасы, проверяя Беннета, убеждаются в том, что он очень зависим от Аббаса и поэтому боится развалить коллицу и боится ответить. И именно они навязывают нам свою повестку дня. И вот это очень и очень плохо и проблематично, так как это выглядит сейчас. Спасибо. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если появятся, возникнут вопросы, пожалуйста, звоните 847-400-5200. А теперь, если можно, о Иране. Иран тоже проверяет Израиль, у него более масштабная игра. Для него Израиль только один из игроков. Он играет сразу и против Израиля, и против Запада в целиком, и США. И вот 29 июля в Аравийском море с помощью двух беспилотников была совершена атака на танкер «Меркер-3», принадлежащий судоходной компанией, владельцем которой является израильский бизнесмен ЯРО. Александр, давайте остановимся, примем звонок, а потом вернемся к вопросу Ирана. Добрый день, пожалуйста, Филин. Здравствуйте. Уважаемый Александр, вы знаете, то, что я послушала в прошлый раз, то, что вы рассказывали, что новый премьер-министр решил, что он будет подчиняться полностью Байдену. А как мы знаем, Байден на первое место ставит Иран, так сказать, и получение его, этим Ираном, ядерного оружия, я так понимаю, что следующий холокост не за нами. Вот как только любимый Иран, любимый Байденом Иран получит оружие ядерное, вот и все, конец Израиля, и конец вообще всему миру, можно сказать. Поэтому это такой страх, то, что вы рассказали, это, я не знаю, израильтяне вообще понимают, что произошло? Или это вот просто, как говорится, игрушки в песочнице, по их мнению? Спасибо большое. Ну, насколько я вижу, пока значительная часть израильтян не понимает, что происходит, и они по-прежнему находятся в эйфарии от того, что им удалось свалить Натаньяо, зомбированные средства массовой информации не считают главным врагом Израиля Натаньяо, и вот Натаньяо нет, и это самое главное и самое важное. То, что действительно Израиль сейчас находится на грани сразу нескольких катастроф. Катастроф с точки зрения эпидемии, которая снова подняла голову, мы об этом поговорим, катастроф с точки зрения экономической, потому что мы, в принципе, движемся к потере всех тех экономических достижений, которые мы приобрели в последние 12 лет, и катастрофе в региональной, потому что действительно, если мы успеем, мы еще поговорим о том, что Иран, судя по всему, в течение 10 недель может получить достаточное количество расщепляющегося материала, необходимого для создания бомбы, и все это как бы расхлебывать будут люди, которые сейчас выглядят просто как собрание клоунов, недотек и откровенных врагов, если мы говорим об Абасе, исламской партии. Поэтому да, израильтяне в большинстве не понимают, как не понимали во время ОСЛ и во время размежевания, понимают только тогда, когда начинают взрываться автобусы на улицах, когда ракеты начинают падать в центр Тель-Авива, тогда вдруг сразу понимают и на какое-то время ведут себя эти партии. К сожалению, сейчас мы еще не в этой ситуации. Спасибо. Ну, вернемся к «Будет ли Иран наказан за пиратство?» Это совершенно та, в которой на судно владельцем, который является израильтянин, и это привело к гибели двух моряков, гражданина Великобритании и гражданина Румынии. И вот Израиль, а за ними США и Великобритания пришли к выводу о том, что за атакой стоит иранский режим. То есть Израиль сразу сказал, понятно, что это Иран. США и Великобритания начали говорить, надо разбираться. Но израильтяне предоставили доказательства, и в общем-то в Америке, в Британии вынуждены были признать, что да, тут совершенно ясно, что за этим сейчас стоит Иран, официальный сил. И вот после этого политические военные лидеры Израиля, США, Великобритании и примкнувшие Румынии, потому что там гражданин погиб, сделали ряд относительно жестких заявлений. Но несмотря на резкие высказывания политиков, характер будущей реакции пока совершенно не ясно. Потому что, в принципе, конечно, надо понимать, что болезненные удары по иранскому режиму, они могут быть нанесены не только через военный удар такой показательный, но, например, в киберпространстве, через ужесточение санкций. И, возможно, даже комбинация какая-то нескольких видов ответов, открытых и скрытых. Но понятно, что администрация США нынешняя совершенно не заинтересована в широкомасштабной военной операции, которая неизбежно поведет к экскалации в отношении к Сегеранам. Ведь они все еще ведут переговоры, надеясь вернуть иранский режим к ядерной сделке. С другой стороны, Иран действительно перешел черту. Он убил мирных граждан и даже не израильтян. Речь идет о гражданине Великобритании. И убийство британского гражданина может иметь серьезные последствия. И Великобритания тоже ведет переговоры с иранским режимом. Но ей труднее. Как бы все-таки в Британии сегодня более адекватная администрация, чем в Америке. И они так вот просто пройти мимо убийства своего гражданина я не думаю. И поэтому, видимо, именно они сейчас как бы являются самой активной силой, подталкивающей за кулисами к решительному ответу, который мог бы послужить серьезным уроком иранскому режиму. Но вместе с тем не приведет к широкомасштабному военному противостоянию. Тут, конечно, обидно, потому что раньше именно Израиль был такой вот динамичной, красивой, которая определяла повестку дня. А сейчас снова Израиль повестку дня не определяет. Он придется в хвосте у Америки. Он просит у Байдена все время разрешений. И теперь нам остается только надеяться, что Джонсон в Британии, он как бы додавит эту ситуацию, потому что Байдену понятно. Байден мы знаем. Он, так сказать, выковыривает из носа козявки и съедает во время эфира. Поэтому ему заниматься вопросами с Ираном как бы сейчас вообще не по чину. И, соответственно, Израиль завис тоже, потому что он не может ответить, поскольку у нас теперь нет самостоятельной политики. Все. Надеемся на то, что Британия как-то подгонит и американскую администрацию, и, соответственно, Израиль тому, чтобы был какой-то ответ. Ну, Иран готовится. Он не знает, как поведет себя. Вот это, кстати, странная комбинация сумасшедших линдотек. И они рассвернулись стратегическими объектами зенитной батареи и, в свою очередь, отрицают свою причастность. Но мы знаем уже, что это отрицание, это известная их ложь. И то, что они причастны к этому, теперь уже известно совершенно определенно. Мы знаем даже имена. Но об этом, я так понимаю, мы поговорим уже после перерыва, наверное, Сергей, да? Да, давайте так и сделаем. Давайте мы остановимся, сделаем небольшой перерыв. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните 847-400-5200, но уже после перерыва на рекламу. Открытый диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Продолжаем нашу программу. И если будут звонки, Александр, я дам знать. Но пока давайте вернемся к теме. Итак, продолжая тему Ирана, министр обороны Израиля Ганс раскрыл личность высокопоставленного иранского офицера, который несет ответственность, прямую ответственность за нападение, вот это самое нападение на танкер Меркер-Стрит в Аравийском море. Речь идет о Саиде Арджани, главе подразделения беспилотников при ВВС корпуса Стражей Исламской революции. Напомню, корпус Стражей Исламской революции — это элитное иранское военно-политическое формирование, официально являющееся частью вооруженных сил Ирана, объявленное в ряде стран террористической организации. Так вот, по словам Ганса, именно этот человек, Арджани, несет ответственность за планирование, подготовку и оборудование и осуществление террористической деятельности во всем регионе. Речь идет о Баравийском море. И Ганс тогда же сделал еще одно серьезное разоблачение в отношении иранского режима. Он сказал, что всего 10 недель отделяют Иран от получения такого количества обогащенного урана, которого будет достаточно для создания ядерной бомбы. Собственно, все это было как бы попытки убедить администрацию Байдена, что надо что-то уже делать. То есть мы сами полностью себе связали руки, сами. Мы сказали, мы сами делать ничего не будем. Пусть Америка делает, она большая, сильная, она нас очень любит, она нас защитит. И вот теперь Израиль верещит голосами нашего правительства, верещит, спасайте, время пришло, надо действовать. Ганс говорит, надо вводить экономические санкции и принимать оперативные меры против КСИРа, против корпуса стражей. Но мы понимаем, что от Байдена ждать оперативных мер, к сожалению, не стоит. И здесь, в общем, нужно рассмотреть более подробно, действительно, это грозное заявление, которое, конечно, производит впечатление и выглядит совершенно ужасно, о том, что всего 10 недель. Но тут, в отличие от как бы, давайте посмотрим на это объективно. И, в общем, забегая вперёд, спойлер, не всё так ужасно, как оно звучит. Итак, разоблачение сделано израильскими представителями вот этой личности Арджани и того, что Иран близок к превращению в так называемую страну на ядерном пороге, является очень серьёзным. Но страна на ядерном пороге — это страна, непосредственно приблизившаяся к производству ядерного оружия, не обладающая, только приблизившаяся. В настоящее время Иран ещё не там, он не является страной на ядерном пороге. И тот факт, что до получения достаточного количества расщепляющего материала ему осталось как бы 10 недель, указывает на то, что он близок к этому. Но это ещё не значит, что у него есть бомба. Почему? Потому что слова Ганса означают следующее. Если Иран сконцентрируется на этой задаче и запустит все свои тысячи центрифуг, которые у него есть, в одном общем усиле, он сумеет накопить такое количество урана 235 с военным уровнем обогащения, то есть высоким, то есть 90%, которого хватит на создание одной боеголовки через 10 дней. Но на данный момент, насколько мы понимаем, Иран не ведёт себя таким образом. Он не продвигается к достижению 90% уровня обогащения урана. Он использует не все свои тысячи центрифуг, а лишь несколько сотен. И обогащает уран только до 60% уровня. И здесь важно подчеркнуть опять же, что даже если он рванёт вперёд и доведёт обогащение урана до боевого уровня, и никто об этом не узнает и не остановит его на этом пути, и в течение 10 недель иранский режим сумеет накопить достаточное количество расщепляющего материала, то есть урана 235 на 90% уровне, то всё равно ядерной боеголовки у него ещё не будут. По той простой причине, что урановый газ, терминология называется UF6, который является продуктом работы центрифуг, он не может быть использован для создания ядерной бомбы. Это газ. Сначала этот материал необходимо превратить из газообразного состояния в твёрдое, то есть металлический уран. И это преобразование теоретически может быть сделано Ираном на его конверсионном заводе в городе Испахан. Но это всё при условии, что процесс конвертации не будет прерван со стороны. Это не вопрос одного дня или одного часа, это вопрос долгий. Причём сам этот процесс конвертации, он занимает время, он очень трудоёмкий, и это как минимум два месяца. То есть в течение двух месяцев после того, как у урана уже будет вот это самое необходимое количество газа уранового, он его будет в Испахане преобразовать в металлический уран. И это ещё два месяца, которые как бы к этим 10 недель. Но на следующем этапе металлическому урану необходимо придать нужную форму. Как правило, речь идёт о создании двух полусфер. И этот процесс тоже занимает время не меньше трёх-четырёх недель. Потом из этих полусфер необходимо их как бы собрать, соединить с взрывчаткой, взрывчатой оболочкой бомбы. И только на последнем этапе всё это должно быть собрано на носителе, на ракете или на бомбе. Но, насколько, как понимают сегодня в Израильской службы безопасности, в Иране не умеют собирать боеголов, подходящих для установки на ракетах. То есть единственный вариант практически, который будет у урана после 10 недель, после ещё двух месяцев и после трёх-четырёх недель, и при этом ему никто не будет мешать, нигде его не прерёт этот самый процесс, он получит одну бомбу, которая может только сбросить самолёт. Но для того, чтобы сбросить её с самолёта на Израиль, он должен достичь Израиля. И вероятность того, что иранский самолёт может пробиться к Израилю, она, прямо скажем, невысокна. Потому что для этого ему нужно пролететь через Ирак. Соединённые Штаты пока что контролируют небо над Ираком достаточно плотно. Ему нужно пролететь через Саудовскую Аравию или Турцию, которой Иран откровенно враждебен. Ну и понятно, что сами израильские ВВС, израильские системы ПВО тоже, в общем, не сидят сложа руки и не зевают и готовы к подобному сценарию. Более того, надо понимать, что Израиль при всех сложностях сегодняшней ситуации оказался самым, по сути дела, защищённым местом в мире с точки зрения противовоздушной обороны от любых вылетов ракет. Потому что, во-первых, над Израилем раскрыты батареи железного купола. Мы видели это только сегодня утром. Железных куполов над Израилем развернуто не менее десяти. И ещё три батареи противоракетного комплекса ХЭДС, которые обладают ракетами ХЭДС-3 с радиусом есть и 500 км, то есть они больше, чем Железный купол. Железный купол – это как бы ближний и средний бой. ХЭДС – это дальний ракет. Кроме того, есть радиолокационная система израильская, которая обнаруживает цели в радиусе до 1000 км. Израиль – это очень, как бы, принципиально за 1000 км. Мы уже заметим, что что-то к нам приближается. И есть ещё американская радиолокационная система, которая на одной из городной игры находится, и она контролирует радиус 3000 км. Она получше в три раза. И помимо комплекса ХЭДС и батареи железного купола, есть ещё и ракетные батареи ПЭТРИО, и батареи многоуровневой противоракетной защиты Проща Давида, и множество радиолокационных систем различного типа. И в дополнение ко всему этому, израильский МЛС находится в режиме боеготовности круглый год, потому что они фактически сейчас на сейчас, каждую минуту могут взлететь и начать какие-то решать проблемы. В общем, мы знаем, что решать проблемы они умеют, когда их запускают. Есть политическая война. Поэтому, подчеркнём ещё раз, если даже Иран рванёт вперёд, попытается заполучить в течение 10 недель достаточное количество расщепляющего материала, ему потребуется ещё 3-4 месяца, чтобы создать бомбу, которую он сможет спросить только с самолёта. И шансы прорваться на израильскую территорию для него всё-таки очень-очень много. У нас есть вопрос, давайте ответим на вопрос, потом только дольше. Давайте у нас несколько звонков, давайте попробуем. Добрый день. Ну вот, только принял звонок, человек скинулся. 847-400-5200, телефон нашей студии. Пытались дозвониться, люди, мне как бы не хотелось вас прерывать, но давайте попробуем, может получится. Добрый день. Добрый день, Александр. Добрый день, Сергей. Александр, выложи мне разобраться кое-что. Я не знаю, может, вы говорили об этом, если я не позже с работы уехал. То, что поздравить вас с Олимпийскими играми, как ваши спортсмены выступили, но комментарии того же Смотрича и других людей религиозных, что, во-первых, все медали выиграны в субботу. Ну так что они предлагают для этого? 200 стран. Все follow the rules, за исключением этих идиотов, что отказываются с израильскими спортсменами бороться. Что они? Теперь этот гимнаст, он не еврей, у него только отец еврей, ему нельзя жениться. Это что-то такое, мне надо даже об этом рассказывать, потому что это не делает, как его, симпатию, к сожалению, к вашему прекрасному государству. Спасибо, я вас послушаю. Ну, давайте разделим две вещи. Бицелель Смотрич критикует ситуацию, при которой израильские спортсмены участвуют в субботу в спортивных состязаниях. Что ему еще остается делать? Он религиозный человек, он не видит ничего хорошего в том, что евреи нарушают субботу. Это его право, и в каком-то смысле он очень последовательный в своем. Он говорит, да, Олимпиада, очень хорошо, я рад за спортсменов израильских, я рад за то, что наш влага развивается в топе, но ради этого нарушать субботу я в этом ничего хорошего не вижу. И в Израиле достаточно большое количество людей, которые с ним согласны, что нарушать субботу ради спортивных состязаний неправильно. С другой стороны, есть люди, которые так не считают. И в этом смысле это старый вопрос, как бы внутриизраильский, правильно, неправильно. Царль Смотрич высказался и высказался. Другое дело, что израильские левые используют ситуацию, при которой вот тот самый Артем Долгопят, спортсмен, который впервые завоевал для Израиля золотую медаль. Он не галахический еврей, для того, чтобы начать атаку на еврейский характер государства. И что они говорят? Ах, бедный Артем Долгопят, он не может жениться в Израиле. Это вранье. Что значит «не может жениться в Израиле»? Он не может прийти в Равина и сказать «зараспишите меня с моей подругой, которая тоже не еврей». Потому что в Равина тебе скажут «ребят, но вы же не евреи, вы пришли в религиозную структуру, которая женит евреев. Вы не евреи. Хотите, станьте евреями, мы вас замечательно сделаем, но если вы не евреи, то идите, сделайте это через гражданский брак», который сегодня в Израиле решается очень просто. Тем же вылетом на Кипр, который находится в части полёта. На Кипре проводят такие браки или вообще никуда не уезжают, через адвокатскую контору посылают документы, получают документы и получают таким образом гражданский брак тех, кто не хочет жениться по какому-то религиозному обряду. Христиане женятся в церкви, мусульмане женятся через исламский суд, мусульманский суд, евреи женятся через Равина. Когда нам говорят, что вот бедный несчастный Артём Долгопят не может жениться в Израиле, делается это только с одной целью. Давайте же как можно больше разрушим еврейские правила в нашем государстве и как можно скорее превратим его в государство всех живущих в нём людей. То есть откажемся от первоначального договора, по которому был создан Израиль, Декларация независимости, о том, что это еврейское государство и сделаем государство всех его граждан. В нашей ситуации израильской это означает, что через несколько лет Израиль станет государством исламским, мусульманским, таким же умным и бессмысленным, как все соседние наши арабские страны, которые сейчас погрязли в разрух. Потому что других вариантов нет. Либо это еврейское государство, либо это государство всех африканских нелегалов, которые сюда прошмыгнули, всех неевреев, в первую очередь мусульман, которые здесь находятся. И тогда, да, тогда это государство теряет свой национальный характер, превращается в унылое ближневосточное государство, такое как Ливан, Сирия и Ирак. Ну а евреи должны будут спасаться отсюда и снова искать себя где-то по всему миру. Мне лично такая ситуация не устраивает. Поэтому я считаю, что Израиль, как еврейское демократическое государство, это правильно и хорошо. А такие моменты, как то, что человек, не принадлежащий еврейской традиции, и не может заключить брак в равенате, это разумно, потому что он и не должен там его заключать. Должны быть постепенно в Израиле создаются механизмы, которые эти моменты обходят и решают. И разрушать еврейский характер для этого не нужно. Поэтому в данном случае, я думаю, тут нечего стыдиться. Просто есть люди, которые хотят нанести ущерб имиджу Израиля и используют эти моменты для того, чтобы повернуть их вот с такой стороны. Сергей. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Александр, скажите, пожалуйста, вот незадолго до выбора последних и конфликта между Хамасом и вашей страной. В новостях прошла информация о том, что ваши ученые военные создали некое оружие, которое при помощи лазера может уничтожать те или иные вот эти установки ракетные. И что вот эта лазерная установка гораздо дешевле обойдется, чем плащ Тавида, который вот сейчас у вас есть. Вот. А почему вот в последнем противостоянии между вашей страной и Хамасом это оружие не было включено? И если это находится в стадии разработки, то когда это войдет в эксплуатацию? Спасибо. Оно находится в стадии разработки. Прошел успешный эксперимент. Пока что его используют для того, чтобы уничтожать беспилотник в воздухе. Потребуется несколько лет, как минимум 4-5 лет, на мой взгляд, до того, как это станет уже серийное производство. И еще несколько лет, пока оно действительно войдет, как бы встанет на эксплуатацию в армию. Так что пока что речь не идет об использовании лазерного оружия. Через 5-6 лет, возможно, уже... Добрый день, пожалуйста. Ваш вопрос. Добрый день, Александр. У меня такой вопрос. А как в Израиле, например, женятся атеисты? Кто? Атеисты? Атеисты, да. Или, например, один атеист, а второй еврей. Ну, атеисты бывают евреями тоже по-разному. То есть ситуация вот. Если два человека являются галактическими евреями, они могут решить для себя, что они женятся по еврейскому обряду. А потом сделать для себя любое какое-нибудь еще мероприятие, которое им больше нравится. Если они принципиально не хотят связываться с Равинатом, или они не могут, то есть они не являются... Кто-то из них не является евреем, и, соответственно, Равинат говорит, это не в нашей компетенции. Ребята, вы не по адресу обратились. То раньше в Израиле такой ситуации просто не было. Не было таких людей. Люди были либо христиане, либо мусульмане, либо евреи. С тех пор, как произошла большая алия, в которой часть людей не является евреями, а часть не считает себя евреями. А кроме того, возникло большое количество евреев этнических, которые не хотят... религиозного обряда. Сегодня существует один вариант — это поехать на Кипр и там заключить такой брак. Есть вариант заключения юридического брака через нотариальную контору, которая посылает документы куда-то за границу. В принципе, сегодня нет людей, которые бы не нашли для себя такого решения. То есть, по-хорошему, да, можно было бы еще упростить это, еще больше упростить, чтобы это, допустим, делали не власти муниципальные на Кипре, а муниципальные власти в Израиле. Да, так вот мой вопрос. Почему вы считаете, что если это будет каким-то нормальным нерелигиозным браком, это Израиль потеряет свое еврейское предназначение? Ну, во-первых, ситуация вот такая. Если два еврея, например, сделают гражданский брак, то есть без религиозного обряда, не запишутся в равенации, то с точки зрения государства все у них будет то же самое. Они получат те же льготы, те же, так сказать, все, что им полагается от государства, все по закону. Но их ребенок как бы с точки зрения религиозный, не факт, что он будет считаться евреем. И когда он, например, захочет жениться на ком-то, у кого был еврейский обряд, то может возникнуть снова такая проблема. И религиозная часть общества говорит, нам очень важно, чтобы еврейский народ соблюдал, сохранял эту традицию. Теперь вы говорите, не страшно, давайте отменим это все, пусть кто как хочет, так и женится. Но проблема в том, что те люди, те, так сказать, политические силы, которые хотят полностью уничтожить всякую еврейскую составляющую в нашем государстве, они же на этом не остановятся. Это та же самая ситуация, как с арабами. Многие говорят, давайте, вот арабы что-то просят у нас, давайте мы вот это отдадим, а это уже себе оставим. Но проблема в том, что арабы не хотят, чтобы мы себе что-то оставили, они хотят, чтобы мы закончили наши торги в море. И то же самое с те люди, которые сегодня борются как бы от имени несчастных угнетенных атеистов, которым вроде как неудобно жениться, потому что вот их составляют идти в Равинар или куда-то ехать на Кипр. На самом деле они ведут войну не для этих людей, не за этих людей, потому что иначе должно было бы решить, договорившись с Равинатом о каком-то, так сказать, компромиссе. Они ведут войну за полную, так сказать, деевреизацию Израиля. И поэтому точно так же, как арабов, нет бессмысленно пытаться с арабами договориться о компромиссе, потому что изначально они просто не хотят, чтобы мы здесь жили. Точно так же договариваться с левыми компромиссами в плане религии и нерелигии, светского образа жизни, тоже достаточно бессмысленно, потому что их задача полностью уничтожить религию государства Израиль, сделать ее государством не еврейским и постепенно, так сказать, чтобы мы потеряли этот флаздарм и этот проект еврейского народа. Поэтому в данном случае, когда Харидим удерживают эти самые бастионы, в каких-то вещах я согласен с тем, что бы стоило им где-то уступить. Но для этого нужно понять, что с той стороны люди настроены на компромисс, а не на трансляционную войну и уничтожение, и разгром противника до конца. Вот как-то так. Спасибо. А теперь, ну что, мы закончили? Я закончил ситуацию с Ираном. То есть вот главная мысль, которую я хотел подчеркнуть, у Ирана нет бомбы, и через 10 недель бомбы еще не будет. И даже если он захочет начать создание бомбы, то будет примерно 3-4 месяца, когда Израиль или США могут прервать этот процесс каким-то эффективным военным ударом. Была бы политическая воля. Почему Ганс начинает говорить об этом сейчас? Почему он немножко как бы нагнетает? Потому что, вручив Америке нашу защиту, он понимает теперь, что надо сейчас бить в колокола и тревожиться, потому что потом будет уже поздно. Будет ли это действительно так, и действительно ли он сумеет убедить американскую администрацию, я очень сильно сомневаюсь. Я очень надеюсь на то, что это правительство быстрее, чем Иран создаст свою бомбу, и будет уже другое правительство, которое будет расслёбывать эти снижения. Окей. А помимо этого, что еще удалось этому правительству сделать за неделю? Сделать. Я знаю, что есть очень такая скользкая тема, тема отношения к эпидемии коронавируса и борьбы с ней. И здесь все-таки надо понимать, что это правительство получило Израиль с лучшей ситуацией в мире. Израиль с точки зрения эпидемии было бы лучшей ситуацией в мире, когда Натаньяо ушел. В Израиле были отменены все ограничения, все работало, как должно было работать. Большая часть населения была привита. И, в общем-то, нам казалось, что мы с коронавирусом распрощались. Но это правительство за пять недель умудрилось довести ситуацию в Израиле до одной из худших в мире. При этом правительство обладало уже информацией и опытом со всего мира. То есть не то, что год назад, когда это случилось, никто не понимал, что делать. Одни бросались в одну крайность, другие в другую крайность. Одни делали так, другие делали так. Но прошло больше года. Все уже прекрасно знают, что происходит, если делать вот так, что происходит, если делать вот так. Опыт и информация со всего мира. И более того, наш премьер-министр, нынешний Беннет, он написал целую книгу, как бороться с эпидемией. Он сказал, я за пять недель победил бы эту эпидемию, только дайте мне пароли. Вот ему дали пароли, и он за пять недель из ситуации страны, в которой не было коронавируса, превратил нас в страну, в которой коронавирус есть, причем очень серьезно. То есть каждый день у нас по 4 тысячи новых заболевших, и мы приближаемся по количеству тяжелобольных к тому максимуму, который могут выдержать наши больницы. Израиль не такая большая страна, как Америка. У нас цифры, конечно, не такие масштабные, как у вас. Но вот, допустим, у меня в фейсбуке есть знакомый доктор Тинкин. Он пишет о своем собственном. Он доктор, принимает пациентов. Еще три недели назад пишет Тинкин, у меня не было ни одного пациента с коронавирусом. Потом пиелся первый, потом их стало трое, сейчас их уже 18. И средний возраст заболевших 36 лет. Детей, я, говорит, вообще совсем не лечу, у меня есть детский педиатр и рядом со мной сидит. Большинство тех людей, которые стали моими пациентами сейчас, они непривитые. Но не в этом дело. Дело в том, что вот их три недели назад не было ни одного, сейчас их уже 18. У одного конкретного доктора. То есть это, разумеется, не презентативная выборка. Но это говорит о том, насколько это правительство не справилось даже с тем, о чем они говорили, что они получили страну в великолепном состоянии. Они не использовали лучшую в мире ситуацию, не использовали опыт, о котором они долго говорили. Они даже целую книгу Беннет написал. Более того, в распоряжении этого правительства был опытный профессиональный эшелон, который они просто не стали слушать. Они просто на представителей Министерства здравоохранения забили то, что называется. «Идите лесом», — сказали им. Но самое важное, они не осмелились делать какие-то настоящие трудные решения. Понимаете? Натаньяо все ругали, но он принимал решение. Он его держал. И это так или иначе выводило Израиль из проблемной ситуации. Вот мы на примере коронавирусной этой самой проблемы увидели, как это правительство клоунов вообще не справляется с ситуацией. Они развалили даже то хорошее, что им дали в руки. Причем, как выяснилось, на заседаниях правительства, посвященных эпидемии, министр финансов Либерман и министр Минскана Геллопит, который сменный премьер-министр, они просто вообще не приходили. А зачем? Они же уже бидеры. Зачем им ходить какие-то неинтересные мероприятия? Возможно, что они потом хотели сказать, что мы вообще там не принимали решения, это все Беннет наворотил. Потому что не понимают, что это как снежный ком катится под откос. Но это говорит о том, насколько это нынешнее правительство не способно решать серьезные проблемы. Поэтому, ладно, еще с коронавирусом это большая серьезная проблема, но есть проблемы посерьезнее. Есть проблема экономики израильской, которая сейчас не факт, что она справится с той экономической реформой, которую затеял Либерман с поднятием налога. Потому что мы же понимаем, что идея Шарикова все отнять и потом все поделить, она очень плохо работает. И в израильской ситуации может привести к тому, что будет полуэкономическое действие. Не просто люди станут плохо жить, а будет полуэкономическое действие. И еще худшая проблема с Ираном. Как мы только что говорили, пока что рано еще бить на банку, рано бить тревогу. Десять недель, не десять недель, а как минимум еще несколько месяцев. И все это время у Запада будет возможность прервать этот марафон ядерной бомбы. Но его же нужно будет прервать, и у кого-то должна быть политическая воля. Но, увы, сегодня мы видим, что у нынешнего израильского правительства нет политической воли ни на борьбу с эпидемией, ни на решение экономических проблем по-настоящему, ни на противостояние Ирана. И это очень-очень тревожно. Это гораздо тревожнее, чем извечная проблема Израиля между религиозной составляющей и светской составляющей, как нам обустроить Израиль, чтобы все были довольны. И атеисты, и религиозные соблюдающие традиции. Александр, огромное спасибо, и до встречи в следующий раз. До встречи, всего доброго.